всем привет а вы смотрите профит шоу сегодня наш кость коля полиенко а директор и один из основателей проекта прум я редко и от нас нет всем привет тут и привет про него это бизнес-каталог до этого площадкой ну когда-то мы начинали бизнес-каталога но это все превратилось в торговую площадку нас можно купить все что угодно там от вагона труп до вы сами это продаете в смысле вы торгуете вагонами не торгуем вагонами мы даем площадку национальная торговая площадка мы предоставляем место где компания с ним торгуют вагонами может разместить вагон рельс а если человек торгует какими-то там поделками своими то он может разместить интернет-магазин со своими поделками и много у вас покупателей продавцов продавцов у нас всего наверное по всем странам порядка 1400 компаний зарегистрируем покупателей ну ежедневно ходит после недавно миллион человек миллион человек миллион человек ну в крайней россии шопятся то есть они что-то ищут но это товар да как бы бизнес у нас есть три сегмента это битуби это эти вагоны битуси это мобильные телефоны там и все то что люди себе покупают сами и услуги эти цели и был их отым Comptient 3 больших сегмента они там мы час разделяемся уже разделили на мы будем разделять сайт еще больше там на эти 3 сегментarg на рут отдельно свой функционал под услуги отдельно свой функционал под битуби отдельно свой функционал под битуби и они в принципе немножко разные с точки зрения и торговли и продавцов которые мы прикладём услуга важна и репутация битời тоже важную препарацию codec и репутация немножко меньше важно потому что все продают понятный товар там продают телефон телефон делает nokia все одинаковые у меня еще рекламная пауза я хочу сказать что команда профит шоу ищет спонсора для нашей для нашего шоу поэтому если ваша компания хочет засветиться в супер популярном формате и передачи для программистов-предпринимателей пожалуйста свяжитесь со мной по адресу макс собачка dow.ua спонсор нашего сегодняшнего выпуска компания pipe drive pipe drive.com это онлайн sales crm система для автоматизации процесса продаж для вашего отдела продаж вот так а теперь серым это кстати очень классная тема потому что мы когда-то выбирали серым систему для себя и мы остановились на том что нужно ну там есть не crm там скорее сенс ну плюс контакта да но сами писали поскольку системы это то что очень как бы стрелы очень востребована и у меня есть промо код dow 2012 по которому там еще три месяца бесплатного использовать поэтому клевая штука мы с вами пользуемся слушай расскажи ну как бы prom.ua там большая такая махина можешь просто хочется понять твой бэкграунд как ты очутил как бы предысторию до того как ты стал такой известный совладелец большого проекта что было там предыдущие лет пять чем у меня сначала я учился на физтехе потом в процессе на последних курсах я уже начал пошел в аутсорсинг на котором все выросли за это ему большое спасибо 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 аутсорсингу спасибо аутсорсингу да следующим шагом у меня после аутсорсинга у меня был как бы такой тоже драйв появился когда меня пригласили работать в санопи это такой был стартап это уже не аутсорсингу это ну не совсем это было не знаю аутсорсинга потому что в принципе это был такой ну команд команда санопи она состоялась двух офисов один был в калифорнии второй был здесь и вся Вся разработка была ввелась здесь, тут были продакт менеджеры, ну это был шанс. Там в принципе от нас мало скрывали бизнес. А ты кем там был? Я был сначала джаворазработчиком, потом архитектором. Я был первым джаворазработчиком, потом я вырос до архитектора. Первого архитектора, да. Я пришел одним из первых в команду разработки. Но что я классно получил опыт в Cynope, я получил знания как надо делать и как не надо делать. Как не надо делать что? Как не надо делать продукт. Я стал больше понимать в интернет-маркетинге. Мне давно хотелось сделать что-то свое, но в последние годы, когда работал в Cynope, видел, что оно придет все туда, куда оно пришло в конечном итоге. Мы начали собирать деньги на то, чтобы уйти и писать что-то свое. Скопили немножко денег и когда цена закрылась, то мы в один момент... Не теряя времени. Да, не теряя времени мы ушли. У нас были какие-то сбережения на год-полтора жизни. Ну и мы их решили потратить на то, чтобы снять офис... Снять офис купить. Снять офис друзей и там... То есть вы очень медленно тратили деньги, да? То есть это были не венчурные деньги, поэтому вы не сняли крутые. Не, не, ну да. Ну, снять офис это было тоже. Мы пришли к друзьям, сказали, типа, ребята, у нас была довольно интересная модель финансирования. То есть мы сделали такой Excel-шит. Excel-шит. Да, с двумя буквами. В общем, и мы в него записывали там, кто сколько контрибутит по времени и по деньгам в проект. И у нас как бы динамически вычислялись доли. Динамически. О! Узнают джава-программистов. Да. Ну, в Excel, причем этот Excel-шит был в Google Docs. И он там просто все имели к нему постоянно доступ. Все двое? Или сколько? У нас было трое основных сооснователей. Тарас и Денис. И еще было, по факту оказалось еще четыре. Угу. Совсем не на это. Горячки помогали там по мелочам. Угу. Угу. Короче, взяли в аренду два стола. Четыре стола. Да, три стола. Завели спредшит. Спредшит, да. Причем вот эта аренда, она была тоже в спредшите там отдельно. Ребята, и кто-то контрибутил аренду, кто-то контрибутил там что-то. А за аренду вы меня рассчитывали? Нет, мы спредшит там рассчитывали. Типа, вот будет, помнишь, как у этого, у Фейсбука, чувак, который нарисовал граффити? Да, да, да. Вот это абсолютно та же история, да. Ну, у нас там Юлия Климентовская, наш дизайнер, арт-директор, она в Санопе была, сейчас она в полгонянце. Да, да, Юля. Она нарисовала там тоже дизайн первый, да, и у нее там тоже, ну, она тоже, если все будет хорошо. Юля, видишь, тебе привет. Да, то есть рисуйте граффити в правильных местах. В правильных местах. В правильных местах, да. Окей, и я, ну, как бы, в принципе, я вам знаю немножко историю. Я помню, вы довольно быстро вышли из фазы три стола и один спредшит, какие-то у вас там инвесторы появились, у вас появились какие-то деньги. Ну, да, да. Что повезло? Тупо повезло? Это, да, ну, как по-другому. Знаешь, знаешь, что интересно, когда обычно спрашивают, там, расскажите свою историю успеха, там, бла-бла-бла, ну, и там, человек обычно рассказывает так, ну, там, первые два года умещается в два предложения, ну, типа, вначале мы много работали, а потом начинают уже рассказывать подробно последние, там, уже когда уже все в шоколаде, уже начинаются подробности. Ну, это самое интересное вначале было. Самое интересное, ну, да. Интересного было, в принципе, много, но не заканчивается никогда это интересно. Мы вообще, когда начинали это все делать, мы думали, что то место, где мы сейчас находимся, это такой космос, который мы вообще не достижим. Мы вообще не думали, что у нас будет такая бизнес-модель, что мы думали, что у нас будет B2B, у нас будут вагоны и Алиэс, да. Потом, пришли люди, начали там, делать у нас интернет-магазины, им понравились они. То есть это то, что вы не планировали изначально? Вообще не планировали изначально. Мы думали, что это B2B, Alibaba. Услуги тоже нормально пошли, приходят люди. Но это мы все развиваем. А у вас есть какой-то план полносрочного развития? Или есть краткосрочные идеи и вы смотрите больше на пользователей, чем планируете стратегически? Обе вещи. У нас есть полносрочный план, но он меняется. Год назад он был другой, чем сейчас. Мы выполняем полносрочный план и смотрим, куда нас он приводит и корректируем его. Изначально мы очень жестко шли на поводу пользователей, но иначе мы бы не сделали то, что мы сделали. Допустим, нам попросили сделать прайс-листы, мы добавили прайс-листы. Это чисто украинская тема, размещать прайс-листы. Мы их там распарсили. Мы их в Excel распарсили и в HTML предоставляли. До сих пор, по-моему, она работает. Народ балдеет. Да, люди забалдеют, что не могут там злить свой Excel. А сколько, по-моему, так и не прозвучало? Как долго вы этим занимаетесь? Сколько лет проектов дали? Мы начали в 4 года уже. Мы начали в феврале 2008, сейчас уже 12, 4 года. В феврале 2008. Ну, начали это именно, ушли, да? Ну, ушли, да. Ну, в принципе, до этого у нас там была такая очень слабая производительная фаза. Сразу приехали люди, сказали, написали на доске фамилии. И вы сразу все фуллтайм, да? Фуллтайм, да. В трем фуллтайм. У нас был период, когда мы с Тарасом пошли на даты работы по отсоффсент. Это был период, когда мы работаем за AdWords. Ну, в какой-то момент, да, в какой-то момент мы поняли, что, типа, у нас начинался уже кризис, там, где-то еще есть мы… Осень. Ну, плюс в Украине, в принципе, получить инвестиции в 2008 году, это сейчас, там, типа, стартап-тема, она очень такая… Модная. Модная, да, там, типа, есть, там, пенчуки, там, еще других. Ну, куча фондов, те гибко, там, уже металлурги полезли сюда. Тогда, в принципе, ну, фонды были только в России, украинский рынок им был так… Ну, они только большие проекты инвестировали. Никак вы нашли инвест, или вас нашли инвест? У нас они сами нашли, да, у нас они нашли. Нашли они, потому что у нас, у них в Укра был проект, и, как мне рассказывают, что там, на Укра, там, на форуме вообще писать, что, вот, на проме, там, можно продавать. Ага. И тоже неплохо. Они посмотрели на нас, им интересна стала там бизнес-модель. У них, типа, нигде такого не было, и, ну, они видели Alibaba. Ну, они, это поляки, да? Поляки. Ну, поляки, да. Я смотрю, ну, если вот как в DST, там, кучу российских проектов скупил, ну, как имеет долю в там больших проектах, одноклассники и так далее, то здесь ваши поляки, Aligro, да? Угу. То есть, как-то у них много украинских проектов. Ну, да. Ну, у них, как бы, стратегия, это быть лидерами электронной коммерции в Центральной Восточной Европе. Ну, и, в принципе, они так идут. Идут хорошо. В Украине они, ну... А ты сейчас, твоя, как бы, роль в компании, это административно или там продактом занимаешься, или что ты сейчас больше делаешь? Ну, в принципе, я являюсь таким руководителем и, там, как, руководителем и минеральным директором. Не, ну, подписываешь каждый месяц такую пачку. Ну, да. Оперативная плюс продукт. То есть, все-таки я... То есть, ты какой-то еще отношений имеешь к продукту? В смысле, как-то... Ну, да, да. Ну, это же наше все. То есть, продукт это... Продукт это наше все. Я просто почему задаю вопрос про продукт. Мне интересно... Ну, там, у нас аудитория... Большая часть аудитории это программисты, и большая часть программистов работает в аутсорсинге, где, как бы, тоже есть разработка, но она, как будто, такая не вся, да. То есть, грубо говоря, есть, как бы, цикл, да, или, там, развитие продукта, и у тебя есть кусочек, и еще кусочек где-то там. Мне интересно просто, чему ты научился за 4 года продуктовой разработке. Ну, как бы, какие-то интересные вещи, хотелось бы узнать. На эту тему. Ну, у нас было много эволюций, так сказать, из этой всей нашей разработки. Сначала мы писали все втроем. Мы писали, там, двухнедельными, там, какими-то итерациями, да. То есть, две недели мы писали. Ну, втроем, в принципе, все это и написали. Потом постепенно стали, там, мы стали больше руководить, и начали работать. Они начали писать. А ты сейчас не пишешь ничего? Ну... И ни один из вас троих ребят? Ну, нет. Тарас еще пишет. Технический директор, наш Тарас, он еще пишет. Денис уже не пишет. Полгода, наверное, да. Исписался. Исписался. А я уже года полтора не пишу. Ну, кстати, это первая, наверное, компания, в которой я спокойно передал дела, там, ребятам. То есть, мы нашли людей, которые пишут лучше меня. Я спокойно. Такое не сложно. Ты же зама-девелопер, в конце. Да, да. Не, ну что, питание нормально тоже пишет. Да ладно, ладно. Не сбрасывайте меня еще за счет. У меня внимание рекрутеры. Тут есть перспективная вакансия. Не, у меня мечтает довести этот проект до какого-то, там, через два-три года до какого-то уровня. И что? Может быть, если, там, передать его в какие-то хорошие руки. И 5-6 гаража. 5-6 гаража. Да, тут странно нужно. Только хардкор. Потому что, да, это немножко, ну, как бы, другое. Что уже нет драйва? Уже не то, да? Нет, драйв, ну, драйв еще есть, но через три года его может не быть. То есть, как только оно перестанет серьезно вести, то он может, когда-то уже будет заниматься уже каким-то такими не очень. Оптимизацией больше. Да, оптимизацией, там, каким-то такими, ну, есть люди, которым это интересно заниматься. Пусть занимаются. Пусть занимаются. Давай вернемся к теме продуктовой разработки. Ну, если вы ушли с нее. Вы писали вы втроем. Ну, окей. Ну, какие были открытия на этой, на этой... Ну, то есть, ну, в Санопе тоже был, как бы, почти продукт. И до этого это было все, что я работал. В Санопе мы писали на джаве. Это очень такой тяжелый язык. То есть, с точки зрения, там, такого драйва, джайва. То есть, мы писали за неделю, в принципе, такие. Ну, мы писали таким интересным. На неделю писали, выкладывали. Потом смотрели, что люди говорят. Три дня тестировали его. Три дня дописывали, там, какие-то фичи. В основном был такой большой релиз. И потом такая стабилизационная. Ну, все влай. Почти там все. Потом у нас начался такой процесс, когда мы начали разрабатывать, там, какие-то... Итерация начала удлиняться. Людей становится больше. Итерация стала удлиняться. Потому что, там, стараются больше... Не успевали за неделю, да? Потому что, там, стараются больше... Не успевали за неделю, да? Да. И так получилось, что мы после этого сказали, что нет, все, хватит. То есть, два с половиной месяца. Больше никогда. Ну, то есть, пользователь... Ну, это очень большая проблема, потому что, допустим, пользователей, там, много. Там, у нас, даже, только платных клиентов, больше десяти тысяч. Во всех странах. И они... Десять тысяч компаний, которые деньги платят? Да. Десять тысяч компаний, которые платят деньги на подписки. Ну, больше, там, двенадцать или тринадцать тысяч. И... Ну, то есть, когда клиент говорит, что у него что-то не работает, да? Угу. Через два, два месяца, подождите, мы исправили. Да, да. Ну, там, ничего не работает. Они хотят какое-то, там, улучшение. У него работа, в принципе, не исправлялась. А то, что какое-то небольшое, там, улучшение сделать, да? Угу. Я не просто не понимаю. Ну, вот, ребята, ну, там, уже двадцать тысяч... Ну, вот же сайт, да. Мне надо всю одну одну кнопочку добавить, а вы вот это... Да, образно говоря, да. И двадцать тысяч на месяц мы не могли там... И как вы, как бы, пофиксили свой процесс разработки? Ну, сейчас мы реализимся каждую неделю. Ну, сейчас, что, как бы, в чем был прикол? То есть, что вы сделали, чтобы перейти к... Что мы сделали? Что мы сделали? Ну... Мы провели стратегическое решение. То есть, в чем проблема? Что за неделю небольшим невестным ценам можно... Да, сделать, да. Куту большой, да. То есть, что мы делаем все... Каждую неделю делаем какой-то небольшой функционал. А если есть какой-то большой функционал, мы его делаем в отдельной ветке, и он делается, ну, какое-то длительное время. То есть, получается, все... Основная команда идет там... А, то есть, у вас не было такой ветки, в смысле, была одна ветка, да, над которой все колбаси? Ну, небольшой функционал и маленький. Была такая ветка для большого функционала, да. Угу. Вот мы его старались там... Мы его старались там... Сначала сделать там месячными операциями, да. Вот, когда... Вы на гите сидите? но он позволяет принципе там не будем грузить пользователя постоянно слушать фидбэк от кастомера и у нас это легко потому что у нас есть большой отдел продаж которые они вам уже фильтруют да они там фильтруют мы с ними встречаемся регулярно они нам дают ну они говорят что им нужно что им нужно чтобы продать еще что-нибудь они понимают потребности клиентов если мы делаем что-то не так нам сразу же очень тяжело там делать что-то не так потому когда у тебя есть 10 тысяч ну а какие-то ну как бы отдел продаж то есть клиенты могут быть могут и не знать что им нужна какая-то фича да ну или там какая-то большая вещь то есть к тем не покажешь тогда они скажут ухты то есть они может и не знаешь что такое можно сделать ну безусловно да как бы если бы я слушал более быстрый лошадь нужно было ну у нас есть продакт менеджеры которые они ломают голову у них есть там свое видение да они знают куда нам нужно прийти до восточной перспективе они понимают что для этого нужно сделать слушай ну я знаю что проект называется мы его называем prom.ua да но по сути это несколько проектов ну если говорить там про страны то есть в каждой стране отдельный сайт да зачем ну почему так и первый вопрос а второй есть ли какая-то различие между этими как в платформе пользователях то есть это один и тот же движок или вы ведете как бы четыре там или сколько как бы параллельных управлений нет это один и тот же движок если у нас международная версия которая украинская русскоязычная мы отначально запускались в украине белоруссии россии и казахстане то есть во всех центральных но это четыре сайта или ажи это четыре сайта четыре сайта четыре базы данных то есть они абсолютно они абсолютно независимые потому что в принципе можно то есть там один движок на разные данные да один движок на разные данные почему мы делали один сайт ну во-первых это все локальная торговля и принципе компаниям покупателям из белоруссии или из россии неинтересно покупать за рубежом какая-то разница ну наверняка есть какая-то разница в плане там но предпочтением то есть правительство как примерно то есть у нас и неинтересно и там узнали может быть неинтересно ну или где-то дальше запустились какие-то еще есть такие интересные которые вещи которые вас удивили поразили у нас постоянно удивляют белорусы это безумно хорошие люди у нас есть много все говорят авторитарная страна уже какая страна может она авторитарно но пользователи белорусского интернета потому что мы видим они самые активные самое образованные самые такие организованная то есть им сказать чтобы они давали товара они будут добавлять чтобы там было хорошо нужно более того они будут добавлять товар чтобы дисциплинировать дисциплинирует казахи не будут казахам нужно то есть то есть есть если брать украину россии белоруси Казахстан, то Казахстан, конечно, выделяется полностью из этого всего. Да, то есть не такой, как эти три. Да, но Казахстан это немножко другая ментальность. И там другой уровень развития интернета. А кроме этих четырех стран вы куда-то двигаетесь? Ну, мы перевели на турецкий язык. То есть мы Турцию и Польшу сделали сначала. И сделали страны Латинской Америки. Это Бразилия, Мексика. Это какая-то система или вы от фонаря страны выбирали? Ну, мы подумали, что у нас все хорошо получается в таких развивающихся странах. То есть искали похожие рынки, да? Да, искали похожие рынки про ВВП на душу населения, про размер интернет-бизнеса. Ну, и чтобы легко было там переводить. Ну, в принципе, там выбрали языки, там испанский, португальский, турецкий. Турецкий очень просто, да? В Киеве полно людей, которые, понимаете, турецкий перевести легко. А, вот так. Да. И что? Запустили. Такого? Мы запустили, наверное, 2000 год назад, год-полтора назад начали запускать. Там где-то за полгода запустили, там, 7 стран. И что? Как успехи? Поквастаешься? Поквастаться? Ну, все растет, но все растет немножко не так быстро, как мы изначально ожидали. Но мы верим в то, что, в принципе, со временем это можно будет превратить в успешный бизнес. Потому что, на самом деле, продукта подобных на этих странах нет. Слушай, ну, вот у вас уже как бы есть этот большой продукт, который вы развиваете, да? Там есть какой-то roadmap и так далее. Видишь, может быть, какие-то идеи смежные, да, которые тоже ваши пользователи хотят, но вы понимаете, что это как бы не ваше, не беретесь. То есть, есть какие-то, может быть, ниши готовые на рынке, да, которые кто-то из наших смотрителей, зрителей, или вы так не хватает времени? Ниш очень много, да, ниш очень много, очень много чего хочется там, типа, что кто-то сделал. Ну, например. Ну, например, тот же CRM-систем. Для такой простой маленький CRM. То есть, мы, может, его сделаем сами, а может быть, кого-то, но это нужно, то есть, там, клиенты. Ну, мы еще не совсем понимаем, как это можно сделать, но это востребовано, в принципе, да, в отличие. У пользователей. У пользователей, да. То есть, они, ну, просто мы видим, у нас есть дилерская сеть, мы им даем свой CRM, они говорят, типа, можно вам у вас взять этот CRM, который вообще заточен под нашу, чисто продажу нашего продукта, можно в вашем CRM будем ввести там. Учет свой. Учет, там, у них там еще всякая деятельность, да. Дилер. Да. То есть, партнер наш, который продает нас в регионах. Они. Ну, в принципе, много там таких. Украинский рынок, он чуть более чем ненасыщен. Но проблема тут, конечно, в Украине есть тоже. Какие проблемы есть? Украинские пользователи очень, ну, не привыкли платить, украинские компании не привыкли платить. Больше даже пользователей. Когда ты на малый и средний бизнес интересуешься, то там, в принципе, ну, все привыкли, что право на обеспечение, оно бесплатное. Вы же не продаете, вы же как бы продаете услугу, да, размещение в интернете. Ну, да, да, это, ну, для них это, то есть, для них мы программисты, которые там, для них это, ну, очень много людей, что сайт там, что Windows, для них это где-то рядом. Да, где-то рядом, да, то есть, они там могут привыкли, что там можно... Это в Украине или в России то же самое? В России тоже такая проблема есть, но там немножко больше денег, там немножко больше такого среднего бизнеса, более крупного бизнеса, который, в принципе... А вы с ним тоже работаете или это не ваш уже, как бы, момент? Ну, у нас разные, то есть, у нас от среднего до совсем маленького бизнеса, ну, и больших компаний. Ну, совсем маленькая, понятно, как бы, модель, да, то есть, разместить там товары в интернете. Ну, средний бизнес тоже он нормально продает, там, особенно на B2B рынке, они прекрасно себя чувствуют. То есть, у них нет, ну, как бы, альтернативы особо нет, им только либо свой сайт продвигать в Яндексе, там, или в Гугле, или платить SEOшникам, или делать то же самое, плюс еще, ну, мы просто дополнительный канал продвижения для кейсовых компаний. У очень многих наших компаний, которые у нас есть, даже, которым платят деньги, больше, больше, почему, половины компаний, которые платят нам деньги, есть свой сайт. С которых это не стыдится? Мы делали исследования, они им не очень сильно довольны. Ну, и там, я помню, в прошлом году читал исследование на Хабри, что, допустим, веб-студии в России, 25% веб-студии за год закрывались. Я не знаю, что произошло с сайтами, которые они поддерживали. Понятно. То есть... Скорее всего, у этих клиентов, этих студий тоже проблемы. Ну, да, у этих студий, да, проблемы. Ну, там есть. Мы закрываем, в общем, ряд очень таких серьезных проблем, которые с студием. Конечно, мы не даем только кастомизабельность. Кастомизации. Кастомизации, которые они для них могут дать. Но, в принципе, мы работаем тоже. Слушай, а что нужно, чтобы у нас было больше, там, в Киеве, я не говорю, далеко-то ходить, больше таких команд, как ваши. То есть, вот, что вас подтопнуло и почему их, как бы, не так много, как хочется. То есть, я хочу, чтобы у меня там... Ну, нет, там вы все соседи. Ну, вот, например, мы проводили миксер в декабре, и вот в мае будет опять этот стартап-миксер. Ну, а люди приходят, но у них, как бы, часто в каше в голове, они не очень понимают, ну, то есть, что есть, как бы, идея, да, а есть путь от идеи к продукту, который, как бы, востребован кем-то на каком-то определенном рынке. То есть, ну, я не знаю, как это формализировать, но, может быть, у тебя есть идеи насчет того, о чем нам? Почему так много программистов и так мало успешных продуктов, которые программисты создают сами? Ну, во-первых, в принципе, украинский рынок очень маленький по деньгам. Ну, по людям он очень большой, где у нас там 15 миллионов человек, там, ежемесячная аудитория интернета. По деньгам он очень маленький, то есть, на каждого этого человека приносит, там, 2 доллара в год. Кстати, Google там что-то публиковал по их отчетам 25 долларов. В год? На украинского пользователя? Не-не-не, в Google ревеню на пользователя. Украинского? Да нет, ну, вообще Google. А, вообще? Ну, да-да, вот Google только 25 зарабатывает усынее. Ну, то есть, эти цифры, они очень, очень низкие. Ну, и сами понимаете, когда объем рынка, там, 100 миллионов долларов в год вообще весь, да, то на нем, и на нем есть, там, такие, там, розетка, Allegro. Ты 100 миллионов про коммерцию? Ну, коммерцию, да, то есть, там, ну, не коммерция, это место, там, то, что зарабатывается. Ну, как-то, ну, так, реклама. Ну, хорошо, можно в России продавать. Вы же тоже в России продаете? Ну, для нас это Россия, это, как бы, является, то, как бы, основная точка, основная точка развития. У нас это, ну, не кэшкаун, да, но, ну, что-то около того, да. То есть, Россия, это огромный рынок, да, можно делать, ну, в России вообще очень много стартапов сейчас развивается. Я, там, можете посмотреть, там, у них, там, сотни стартапов, у них уже, что-то даже, значит, похоже быть на, ну, Кремиевую долину. То есть, у них там, ну, они, конечно, не менее-менее такие все идейные глобально, они, в основном, копикатят, то есть, они не пытаются, там, изменить мир. Ну, и, как бы, в России оно может быть и не сильно нужно, потому что, там, есть ребята, в основном, если ты хочешь изменить мир, то надо ехать в Сан-Франциско, его менять, наверное, во всем мире, а не там, в отдельно взятой России. То, там рынок намного больше, в России, и там есть, там, допустим, можно сделать какой-то нишевый магазин, там, не знаю, там, хендмейга, да, ну, такую платформу для хендмейга, там, пакетси, да, в России, она имеется местная. И на ней можно заработать какие-то, ну, получить венчур на месте, потому что венчуры не инвестируют в продукт, там, где нет рынка. Для них самое главное после команды, это рынок. Ну, это две вещи, там, команда и рынок, там, идея. Рынок, рынок в Украине довольно маленький, вот, это самое по себе. То есть тут выживают только такие продукты, которые нацелены на большую часть этого рынка, либо на, там, такие, серьезные продукты. Поэтому, ну, если делать, ориентироваться, там, на Россию, то, если ваш бизнес-модель подразумевает, что вы можете делать из Украины, не находясь там, в Москве, как, в принципе, вызывал начальный наш бизнес-модель. То, вы же запустились? И как-то... Ну, мы там, полгода жили без офиса в Москве, настолько это там появился. Ну, в смысле, полгода у вас не было офиса, да? У вас были продажи? Да, продажи были, да, все нормально. Можно, это можно делать из Украины. Не сложно. Ну, с точки зрения, там, кадров, разработки, ничего не могу сказать. Все у нас, все у нас более-менее. Хорошо, разработчики украинские, всем привет, молодцы. Молодца! Да, то есть, я не могу сказать, что там, мы что-то не можем сделать. Мы набираемся в технологии, технически у нас, ребята, просто молодцы все. Ну, с чем мы сталкиваемся уже, как развитая компания, что у нас, действительно, сейчас, ну, мы большие уже на рынке, и нам нужны люди, которых просто на рынке не существует. Например? Ну, не знаю, например, там, какие-то дела аналитики, если нужно взять. Вот у нас в Украине, наверное, ни одна компания не занимается аналитикой, в интернете, именно своей. Ну, не то, что там Google Analytics, а там немножко более глубокие вещи. Ну, слушай, ну, если, в смысле, это, как бы, аналитика и без интернета бывает, правда? Она немножко, там, другая. Да? Да. Ну, и там тоже, они все немножко, они там в ритейле все, там. Тоже, они все очень, они там тоже с нуля это все строили, но вот сейчас в Украинском интернете он уже строится, как бы, с нуля, и там немножко другая специфика, и очень тяжело взять человека из ритейла, и, ну, нет готовых людей, которые, там, пользуются всеми, помогут тебе построить BI-систему, там, и... Ну, хорошо, нет людей, а это, как бы, не критичная проблема, или, скажем так... Для старта это не критична вообще проблема. Это проблема у нас старается, когда тоже, там, когда растущий бизнес, да, когда ты понимаешь, допустим, взять руководителя отдела продаж, там, и... Хорошо, а для старта есть какие-то реальные проблемы, или это все-таки больше в голове нужно поменять, чем, ну, какие-то такие практические вещи мешают тебе реально? Ну, то есть, ну, то, что сделали много, это делает любой человек. Вот, вот вы, то есть, это была, там, случайность, удача, или у вас, там, такой, прям, хитроумный план, то есть, как бы, который просто не допускал возможности провала, то есть, у вас там все четко было, ну, с чем-то вы влиялиете, или у вас какие-то супер талантливые команды была изначально? Да нет, мы сделали то, что тут очень много ошибок, там, ну, я бы не могу сказать, ну, там, какие-то супер, там... В принципе, любой Java-архитектор. Да, с зарплатой, там, 4-5к, как сейчас, ребята, вот, копите деньги, придумывайте... Да, слушай, за год 4 тысячи, это сколько? Можно отложить 1030. Да, 1030 можно отложить, да, если там, ну, не... Если поставить себе цель, ездить на поддержанной машине. Ну, ты знаешь, я думаю, когда ты увольнялся, у тебя не было зарплаты 4 штуки в баксах, и 3, наверное, не было? Ну, было больше трех, да. Больше трех? Да, у тебя уже были. Прикольно. У тебя было хорошо. Это как раз перед кризисом, да? Ну, я хотел сказать, что, типа, тогда меньше денег было, ну, видишь, не сильно это и меньше. Я не думаю, что тогда меньше денег было. Тогда именно, ну, там, в восьмом году это был, там, один из пик, потом уже все немножко просело, сейчас немножко опять все. Ну, сейчас, да, сейчас вышла зарплата. Ну, сейчас, ну, я не вижу проблемы, там, взять какому-то разработчику, заработать, отложить деньги и сесть в гараж на, там, втроем на 3 месяца, написать какую-то бетку. Сейчас намного все проще, показать, там, инвесторам рабочую модель, они чуть ли не в очереди, наверное, станут, если там... Ну, то, что инвесторы станут в очередь, это точно, потому что я, вот, был в двух фондах, да? И, как бы, первый вопрос, нам нужен, кстати, Макс, на едином какие-нибудь вменяемые команды. Куда деньги, куда деньги вложить? Деньги есть, куда пристроить, ну, не хватает проектов, ну, вменяемых. То есть, ты же не хочешь их просто выкинуть, ты же хочешь их так пристроить, чтобы была хотя бы надежда на возврат. Ну, да. Ну, хорошо. Что, не знаю, у меня, в принципе, такие основные вопросы, я спросил, которые хотел, может, что-то хотел рассказать, пользуясь случаем. Да, в принципе, пользуясь случаем, поумничать, особо, там, можно приглашать людей на работу. Да, давай. Да, ребята, да, вот, у нас, ну, там, поумничать не получится, а похвастаться. У нас очень большая питон-команда в Украине, наверное, самая большая команда, которая работает над одним проектом. Сколько человек? Примерно 20 человек у нас разработчиков. Если вы хотите разрабатывать на питоне HighloadWeb проект, то... Травл Коля, e-mail скажи, куда писать? Мсобачка.пром.ua, присылайте. Ну, пишите в Twitter, куда угодно, пишите, на HR можете писать, мы вас найдем. Если вы действительно хотите и умеете писать на питоне, то у нас очень много вакансий. Отлично. Мы можем предложить отличный проект, отличную команду, у нас действительно... Печеньки есть? Печеньки. Или печеньки... Ну, печеньки это не самое главное, не самое главное. У нас есть донесный стол, печеньки. Это все такое. Я хочу тебе еще раз сказать спасибо, что ты пришел. И хочу сказать, что, блин, нам нужно больше таких проектов, таких как твой, ну, твой, там, ваш, да? И хочется, чтобы как-то все вокруг больше, больше движения, больше успешных проектов, больше денег, больше программистов, больше счастья. Ну, я оптимистично смотрю в будущее, потому что рынок растет, и чем больше растет рынок, тем больше будет денег, тем больше в него будут верить инвесторы, тем больше в него будут появляться небольших ниш, в которых можно будет зарабатывать нормальные деньги. Ну, и со временем, я думаю, украинские компании, украинские пользователи научатся платить деньги в интернете. У нас не будет все XUA и там... За украинских пользователей, которые расстанутся с жабой. Все, всем пока, вы смотрели Profit Show. Всем пока.